Ставропольский телеканал «Свое ТВ» выпустил прогноз погоды с участием ведущей, созданной нейросетями, каждая из которых выполняет свою роль. Так, одна нейросеть отвечает за само создание виртуального образа ведущего, другая — за текст прогноза, а третья — за графическое сопровождение программы. Виртуальную ведущую зовут Снежана Туманова, у которой имеются даже свои социальные сети и поклонники. Вся этот шомик с нейросетями, мне кажется, перегретым трендом, потому что на инфополе раздули сообщениями, постами, статьями о том, что нейросея сгенерировала какое-то изображение кого-то, чего-то скрестила Гарри Поттера с пионерами или показала, как выглядели бы города, если бы они были людьми. Актуальность использования нейросети возрастает с огромной скоростью. В связи с эволюцией инновационных технологий люди нуждаются в наиболее быстром решении различных задач, с которыми может справиться нейросеть. Преимущество нейронных связей состоит в том, что они могут самообучаться и выдавать более точный результат на основе полученных данных. Руководство Савропольского телеканала «Свое ТВ» считает, что выпуск, созданный нейросетью ведущей, выполнен успешно. Однако не все эксперты согласны с этим мнением. Так, Роман Королев, специалист по видеоконтенту, высказывается иначе. Он утверждает, что это не совсем сгенерированная нейросетью девушка, а некачественно отснятая на маке живой человек. По его мнению, нейросети еще не достигли такого уровня, чтобы изображение человека сгенерировалось на уровне моргания, мимики, движения и мышц. Это, мягко говоря, не совсем соответствует действительности. То есть не совсем не соответствует, потому что ребята просто использовали американский сервис, который берет ведущих, на хромаке их записывает, а потом с помощью нейросети, но не генерирует образ, а просто делает липсинг под их речь, то есть подгоняет артикуляцию под то, что говорит. По словам специалиста видеоконтента, новости с нейросетями в инфополе – обычный мыльный пузырь. Нейросеть является лишь инструментом при создании виртуального образа. Она выполняет команду людей и не всегда это получается сделать с первой попытки. На самом деле, этот человек генерирует очень большое количество запросов. Это такой километровый просто текст, желательно на английском языке, потому что русский нейросет еще не очень хорошо понимает. И этот человек придумывает сначала, а потом пишет, что должно выглядеть. Например, там должна быть женщина сзади, должна быть мальчей, там у нее должен быть какой-то азиатский наряд и всякое такое. С появлением новых инновационных технологий возникает большое количество вопросов. Сможет ли нейросеть заменить физические и умственные способности людей? Специалист Казанского федерального университета утверждает, что нейросеть не способна заменить деятельность человека, так как генерировать мысли в наше время могут только люди.